так запись на поставить какие-то дикие дикие ранги тут руки-дуки но ладно ранг как мы знаем это конечно показатель но не крайней важности ну чтож altima altima original а оригинал короче первый бой поехали счет 0-0 ой как приодел своего своего хворанга руки-дуки с любовью сразу видно так b3 блок знаю что на самом деле так знаю что этот хворанг умеет может очень больно наказать ас за b3 так и командничек до забирает первый раунд макима командником он неплохо ох есть ли в паниш от руки-дуки поехали бокам буллинга до стены доведет до вас патик реализована ик дэмэдж больше пол хп как не бывало большой блок станды ой запрессив ой запрессив запрессив убил где любовь где любовь там же и брак то есть завяли помидоры так командник рвет руки-дуки есть в их паниш при помощи f2 отличную камбуллинку и чуть-чуть запорол запорол концовку altima и это зря просто потому что это потому что там дустины ой вот платик хорош забирает altima раунд он не так-то просто как казалось есть power краш который выводит на камбу сайфовый но состоящий фламинго фламинги фламинги присел присел алтима сделал спешил мид switch позишн ой запрессил запрессил конечно это печаль если не знать куда там влезать их варанга так о ее есть их они шат руки döke знает знает как и ванишек бэгдэ на мать ой 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 омит лоу мид и куча медов спешил мидом забирает первый бой руки-дуки 1 0 неплохо кайл начал однако ж бой за руки-дуки напоминаю правило до 10 побед и лузер пик на самом деле здесь целая проблема в плане здесь целая проблема именно для аске в плане противодействия с хвораном но это больше как бы на про уровне на нашем уровне проблема самая главная проблема с битвях в битве с хвораном это то что он заводит вот эти свои карусели стойки но и знать надо куда влезать если ты не знаешь что ты чаще всего просто не можешь выбрать из-под этого пресса так поехали слово начинает алтима и вив паниш есть и паниш и треки-дуки и это еще один биг дэмэдж лосклад мы увидели причем два раза так выбирается есть б3 на вив паниш хорошо ой 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 запорол комбуринку но здесь чем-то руки-дуки очень аккуратен алтима есть ах нету паниша от руки-дуки странно запомнишал ну ладно бывает так найс найс подошел 1 плюс 2 и на комбо в карте поднял великолепно так ах уже почти сделал вив паниш алтима но чуть-чуть опоздал чуть-чуть буквально перебежение ой 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 с воздуха заберет но можно даже хватить нет пиксель оставил однако добивает идуки так пафосная музычка они сменили музыку в playstation версии это можно делать обманка обманка и как только от руки-дуки заходит но спать не реализовано тем не менее неплохо и нет рвет бросок руки-дуки рейдж обоих найс зашло зашло ох как хорошо зашел рейдж драйв сейчас под алтимы отлично подгадал момент есть паниш есть паниш готов на самом деле руки-дуки готов паниш вообще все что угодно это видно ой пауэркрафт зашел стена криво зашла поэтому там не так просто так выбирается смешал мидом алтима однако однако есть b3 но стена опять таки криво заходит так интересное решение ой фламинго и пауэркраш когда форанг в стойке фламинго всегда надо ждать пауэркраш всегда слишком уж опасная опция цейковая причем так контр хит b1 так назад 4 зашло как хорошо его склад уйдет нет чуть-чуть осталось и лоу лоу забирает 1-1 счет 1-1 рико сейчас уже а чё ты смотришь 144 60 фпс те что так интернет что ли больше не позволяет ну чтож кайл молодец кайл это алтима алтима молодец весьма неплохо справляется готов готов под привык он к варангу поэтому все нормально сет обещает быть очень интересным так не знаю пока что руки-дуки не берет рэйвен видимо это так сказать под конец макс используй колесо макс это алтима так ой найс как 2 зашло то смачно чем-то лез по моему руки-дуки потому что там не похоже было чтобы наказывал так ой ой назад 1-4 и ух ff1 уже делал алтима однако получил в контр хит хороший хороший дэмэдж ах почти почти залив панчал алтима однако ой 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 лезет спокойно не дождался да там уже надо было или ждать до талого или спешлмидом лезть а у вас одна коммуна магаданская понятно но здесь просто понимаешь несколько раз он уже пихнул b3 и в общем-то за это руки-дуки пару раз его так силен оказал запутал руки-дуки мид-лоу все по канону так начинаем с Powercrush'a алтима однако ой попадает попадает в неприятности так на самом деле у аски вперед 1-3-2 это хороший хороший баня даже Powercrush'a Ой, это смерть, это смерть. И рейдж драйв. Очень здорово. Какой минус у Фаранга на лаунчере? На лаунчере, каком лаунчере? У него куча лаунчеров. Ой, Канкан как заходит, отлично хит. Стеночка будет? Ах, нет, чуть-чуть до стены не довел. В3 начинает. Ой, это было в контрхит, так что можно было там бить. Однако там чисто на... На верочку, так скажем. Потому что там не среагирует вообще. Даже профи не реагирует. Так. Ой, пока заходит, это смерть. Это смерть. Да, опасный. Опасный лаунчер вот этот вот. Сейфовый. И еще 2-1. Которым он панишит на 60%. Тран-тан-тан-тан-тан. А, который в воздух очень сильно поднимает. Да, по-моему, там на это джеб паниш только идет. То есть на фул паниш там не запанишит. То есть у Аски, по-моему, это на 2-3 только выход. И все. Максимальный паниш на 2-3. Там даже колесо не зайдет. Форест Экзе, привет тебе. Добро пожаловать на стрим. У нас тут сетик играется. Между руки Дуки и Алтимой. Счет 2-1. Как сам. Как Текен. А этот... В этот раз долго подгружается. В прошлый раз, по-моему, быстро подгрузился. Что странно. Они ничего же не меняли. Ни арену, ничего. Ладно. Это же Текен и бывает. Территориально бойцы Текен 30-й дан. Клево. Ну, Руки Дуки из Сахалина, а Алтима оригинал из Магадана. Так. То есть это оба плюс 1 часовой пояс. Так. Ох, есть виспаниш. Дожимает. Дожимает Руки Дуки. Смотрите. После Б3 четверку делает Алтима. И это его хоронит тут же. Потому что четверку тут же Руки Дуки наказывает. Найс. Привет Сахалину. И от Сахалина привет тебе, Хорест. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоечки, стоечки. От Хворанга. Отменяет. Отменяет этот лоу Алтима. Заметили? Очень часто отменяет. На разводочках. Б3 пихнул. Но нет. В этот раз не зашло. Так. Хорошо. Перис работала. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Отменил. Отменил Алтима здесь. Очень здорово. Есть виспаниш. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Это Биг Паниш. Отлично. Так. Видите, Руки-Дуки специально оставляет лицом... Да. Но все равно не очень хорошее положение у Алтимы. Так вот. Руки-Дуки специально оставляет после Джагла лицом вниз. Чтобы тяжелее противника вставать было. Ну что ж, 3-1. 3-1 неплохо. Такой хитрый тех от Руки-Дуки. Но все равно хитрый тех, не тех. Но это чтобы попросить уже на вставании. Так, 3-1 счет. На самом деле я вижу уже то, ну я вижу то, что Руки-Дуки довольно-таки серьезно привыкает к своему противнику. Просто по сути АСКа это... И за нее надо постоянно что-то разнообразить. Потому что если длинная дистанция боев, то ее сюрпризы эти, они очень быстро иссякают против опытного противника. Все сводится к этому заветному панюшу. Танцы с Краусь-Дэшем, наказание любого вифа. Даже стринган на 60%. Надо что-то менять. Владимир, ну на 60%. Ой, хорошо, зашел назад 4 в стандарт-кит. На 60% это только в углу. Ну, то есть, если когда до стены доводит. Ох, почти скомбил сейчас Алтима. Перебивает руки, начинает свой прессинг. Карусель, карусель, прокати ты меня. Ой, господи, это 3. Так. Всегда можно постоять, чтобы не было за что панишить. Ну, может быть. О, боже мать. Постоять, поугадывать, пореагировать. Но это надо еще и реакцию долбить. Так. Ой, паниш. Есть паниш от руки-дуки. Лезет на контр-хит сейчас Алтима. Ой. Плохо дело. Ох, надо было, блин, надо было добивать, нажимать. Найс. Хороший паниш в b3. Так. Будет ли камбэк? Ой-ой-ой-ой. Нет. Нет. Ноу камбэк. Not today, как говорится. Так. О, паниш. Паниш свитч позишн. И в спину напихал. Сколько же он в спину напихал. Да, хворанг такой, в спину любит. О, боже мой. Прессинг. Прессинг от хворанга. Запутал своего противника совершенно. И 4-1 счет. И, видите, совершенно, ну, блин, Аске требуется очень много разнообразия в ее действиях. Если хоть немножко повторяешься, то, конечно, более-менее опытный противник тебя за это покарает. Но, тем не менее, надо что-то придумать. Эх, вообще, стороны матчат не так уж ужасен, учитывая, что основное преимущество хвы в прессинге с фламинго можно было бы... Так, собаки разыгрывают за Аску. Нужно перри подключить. Форест, я, как бы, как сам игрок за Аску, играл неоднократно против хворангов. Могу сказать, что перри там тоже надо использовать умно. То есть, там не после каждой стринги перри можно впихнуть, не после каждой... Ну, перри свой стартап есть и часто очень хво, ну, перебивает, блин. Там не на каждый сетап перри можно впихнуть, поэтому там надо задолбить, конечно, тоже. Ну, по анимации видеть. А у хворанга это тяжеловато, потому что у него анимации... Ой, как, захайкрашил сейчас алтима при помощи F2. Найс. Ах, он сам не поверил, что стеночка будет, поэтому он не сделал камбуринку угловую, стеновую. Так. Первый удар... А, хворост, я-то думал, ты имеешь в виду перри в стринг залазить. Так. Рейдж драйв по начинается с лоу мид. Сперить можно? Перить можно, Рика. Перить. Все рейдж драйвы, которые слоу, они все перрятся. То есть, что у хво, что у этого робота, Джека. Так. Блокс... Ой-ой-ой, как залез при помощи назад один сейчас алтима. Как залез? На самом деле это чертовски было рискованно. Просто чертовски. Один плюс два заходит. Сам наталкивается на него руки-дуки. Стенка. Лосплат. Реализована. Так. Ой-ой-ой. Не угадал. Не угадал этот лоу. И... Тильдай. Три-четыре. Заходит. Угадай-ка. Да, форест? Ну, просто видишь, в угадай-ку играть это тоже дело не самое... Ты можешь заперить один удар, но если противник угадает, что ты будешь перить, то он тебя просто футком успиливает. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, хоп-кик делал сейчас алтима, но... Руки-дуки перебил. Так. Ой-ой-ой. Лоу-хай. Здесь надо, конечно, реагировать и после лоу сразу садиться, чтобы хай пролетел мимо, и тогда в астане М-3 за здрасте заходит. Но, к сожалению, надо это реактить. Не всегда получается. Запресил вновь Руки-дуки. Еще раунд забирает. Если противник... У него только появился рэдж сразу, использует рэдж-драйв, это уже не угадай-ка, а чтение. Да, это чтение, согласен. Ох, почти F4 зашло. Но там, по-моему, не заходит так. Господи, свою карусель заводил при помощи F3 алтима, за что и получил сейчас. Против паранга это вообще бесполезная опция. Лучше так не делать. Найс. Отличная перри. Так. Рэдж есть. Рэдж есть у алтимы. Так. И... Ой, не надо. Не надо. Не надо F3 продолжать в четверку. Потому что Руки-дуки только этого и ждет. На самом деле он вот это лоу только и ждет. Для того, чтобы впиндюрить свой... Свой паниш. Который выводит просто на сумасшедший дэмэдж. Ну, не на такой сумасшедший, но на дэмэдж. Поэтому 5-1. На про-уровень имха мало угадывает. В основном видит или читает. Форест... Да. Пожалуй. Пожалуй. Ну, просто на про-уровне-то, конечно, они знают уже. С великим колесом приходит и великая ответственность. Это знаешь, как бы, как Альпачино бы сказал. С... С грязной сальтухой приходит грязная ответственность. Как-то так он называет Б3. Сальтуха, по-моему, называет. Мне Бенджамин рассказывал, как у него горело, короче, от нашего сета с ним. Вот. Ну что ж. Тем не менее, счет пока что односторонний. 5-1. Когда Руки-Дуки включает свой прессинг через свои миксапы, то Алхиме крайне тяжело выбраться. Ой, Б3 зашло. Видите, пауэр-крашки сработал, шаху, Луки-Дуки, потому что на первых кадрах... Не с первых кадров Ингу сдаётся. Не Ингу, а Армур. О, боже мой. Байкап четвёртый в Кантерхит. Так. Оп. Лезет. Полез Алтима сейчас, за что и поплатился. Ну что ж, раунд забирает. Варанг. О, FF-1 в Кантерхит. Да, на Камбуленку выводит. Даже неожиданно как-то, что она так зашла. Паниш. Уже сто раз Паниш. Руки-Дуки это. Он только и ждёт продолжения в четвёртой, чтобы запанишить. О, боже мой. Больно смотреть, честно говоря, на такие вещи. Но, что поделать. Это Теккен. 1 плюс 2. Начинает Алтима. Стенка. Ох, почему? Почему он не реализовывает вовсплат? Не понимаю. Может быть он какой-то хитрый тех делает, которые не дано понять. Не знаю. На последний удар лезет сейчас Алтима. И хорошо перехватывает с Перри. Так. Найс. Камби. Ай, нет, не зависай. Господи. Он бы сейчас мог убить, если бы скомбил при помощи ВС-Теннин 4. Часть четвёртой. Но вместо этого забирает бой руки-дуки. Так. При помощи своего рейдж-драйва 6.1. Там, конечно, Алтиме надо было скомбить при помощи ВС-4. Но он что-то другое придумал. Что-то, что не зашло. Возможно, он хотел как-то заресетить на самом деле. Возможно, он побонялся ВС-4 делать. Потому что у Аске ВС-4 по лежащему противнику, блин, ну не всегда попадает. Вив стринг на нокдауне с рандомным финишером. Противник даже с вейка может встретить трейд-ресет. Это по отношению к кому? И какой стринг на нокдауне? Виш93, привет тебе. Добро пожаловать на стрим. Ну что? Макс Алтима, Оригинал. Оригинал. Тебя тут твоя коммуна приветствует. Говорит, только не тильтуй. Не надо, не надо 3 кильда 4, да? Ты про это? И опять, и в очередной раз. Да на самом деле, вот это вот, вот это вот решение, B3-4, самое опасное и самое наказываемое у Руки-Дуки. Поэтому, блин, не знаю. Алтиме надо поменьше такого делать. Так. Секрет-скраб-666, привет тебе. Добро пожаловать на стрим. Дождался Руки-Дуки, наказал как надо. Кримся поплыл, но... Чуть-то немножко, да. Так. Так. Ой-ёй-ёй. Хорошо, найс. Отлично, назад 4. Контр-кип пошло. Наконец-то, вот платик. Выкапается ножками Руки-Дуки. Пауэр-краш не зашел. Так. У-у-у. Секрет, это не Володька. Ты не смотри на название стрима, посмотри на никнеймы. Это Руки-Дуки. Володька, короче, кинул нас и не появился. На сете, поэтому это Руки-Дуки играет. Так. Тихо, тихо. Ой, найс. Ах, В3 сам не поверил. Алтима сейчас, что В3 войдет. Но оно вошло как надо, однако он не скомбил. Угу, так. Хорошо запарил. Пиксель. После вот этого Перри, когда Аска Перрит ногу, не так-то просто встать без потерь противнику. Ой, хорошо, найс. Завифанишил сейчас Алтима. Ингульчик на ХАЕ сработал. У-3. Так. Так. Хорошо. Жмет, жмет Алтима. А, Володька, это ты. Все, понял, понял. Забирает раунд Алтима. Так. Ух, как присел сейчас Алтима. И немножко как притормаживает, но не страшно. Дождь начался все-таки. Так. Ох, как. Пауэркраш заходит. И это дэмэдж? Нет, нет, не будет. Вайл Стэннинг тройка зашел как надо. Блин. Ох. Камбу дропнул Алтима. Так непозволительно. Там такой дэмэдж был бы хороший. Так. Ой, блокстан большой. Не лезть. Не лезть после этого удара вообще. Там блокстан просто ужасный. Ну что ж, 7-1. Пока что, ну, в одностороннем порядке все идет. Макс вперед. За Макса тут все топят. Ну, видно, что на самом деле Рутубики подпривык к нему. Причем подпривык к кардинальному. Так. Надеюсь, они там следят сами за счетом. Ну. Вот непонятно. Смотрите, вот. Иногда бой загружается дольше. Иногда, ну, не так долго. Я не знаю, от чего это зависит. Они не меняют ни персонажа, ни арену. Они ничего не меняют. Они сразу рематч делают. Но иногда подбужается дольше, чем... А иногда меньше. Так. Пихо, пихо. О, вниз назад... Вниз вперед 4. Классный путь всему у Аски. Блин, я о нем вообще забыл. Канкан зашел в кантер-хит. Должен убивать. Должен убить. Отлично. Заволсплайтал сейчас Алкима. Очень хорошо поднял. Там на самом деле вовсплайт мог и не зайти. Это было очень опасно, однако. Так. Старый сетап вообще развивается. Секрет. Ну, это надо у него спросить. Я как бы понятия не имею. Развивается он, нет? Так. А, на косолях. Это на косоле долги загнусь. Ну, понятно. Хорошо. Отменил сейчас Алкима. Плюс на блоке. Угу. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Завифанишал сейчас Руки-Дуки. Но, ох, вот он Рифаниш как надо. Так. Не очень понятно. Может быть, там и нельзя было вовсплайт использовать. Ох, как ошибается Руки-Дуки. Но ошибку его не использует Алкима. Руки-Дуки делал ногу дебила. Вейкап четверка. Но Алкима даже, знаете, заейвейдил ее, но не наказал как надо. Так. Карты грузились по 30 секунд. Ну, на PlayStation 3. Ну, бывает, что поделать. Угу. Так. С тех пор мало что изменилось. Ну, PS3 на PS4 изменилось. Так. Хотел засетапить сейчас F3. Найс. Так. Вот этот лаунчер у Аска сейфовый. Вниз вперед 2А. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть паниш от Руки-Дуки, но... Да ладно, неужели... Боже мой, Руки-Дуки там, ох, делал сетап вместо того, чтобы доделать комбо, он сделал какой-то сетап. Повернулся спиной и Алтима сам не поверил своему счастью. Такой слабенький паниш от Руки-Дуки. Это Т3. Ну, блин, до Тэкина Тэк-Торнамента, как до луны, мне кажется, он еще долго не выйдет. Так. Пауэр-краш заходит. Ой-ой-ой. Не знает, не знает, как выбраться. Алтима. В этой... В этой карусели ПВ... Ох! Это шанс! Алтима это шанс был, но... Все равно дожал лоу, но это было очень опасно, на самом деле. Он должен был еще там дожимать. Господи, в кадр Крик заходит от Руки-Дуки. Это биг дэмэдж. Стеночка. Реализована. Хоть и не полностью. Так. Тихо, тихо. О-о-о, полез как Руки-Дуки сам сейчас на этот удар. Еще зашло. Должен убивать. Должен убивать. А, нет, не хватит дэмэджа. Не хватит, блин. Не хватило. Так, плюс на блоке большой. Большой плюс на блоке. Ну что ж, 8-1. Крипса, зачем использовать удар с быстрым стартапом? Он будет использовать мусорный. Что он делает? Ну, Сикрет, не знаю, что он делает. Пока что он проигрывает. Пусть пока Текен-7 будет актуален долго. Просто после Текена-7 хотелось бы ТТТ, а не Текен-8. Не, ну Текен-Ток Торнамент выходит каждые три части. То есть после Текена-3 вышел Текен-Ток Торнамент-1. Потом после Текена-6 вышел Текен-Ток Торнамент-2. Логично, что после Текена-9 только выйдет Текен-Ток Торнамент-3. Ну, по крайней мере, так подсказывает логика. Уж не знаю, что там в голове у Харада и прочих разработчиков. Но посмотрим, посмотрим. Пока что счет 8-1, неутешительный, но тем не менее. Было несколько боев, где парочка, точнее, боев, где Алтима, ну, мог забрать. Мог забрать, ну, даже больше, чем парочка. Несколько боев, да. Мог забрать, но не забрал. Дед Семен, привет тебе, добро пожаловать на Семен. Да, завтра все будет. Турниры по всем дисциплинам будут, по всему, что можно будет. По Soul Calibur, Street Fighter 5, Текен-7, Dragon Ball, все будет. Ой, запресил, запресил руки-дуки. Завтра начнется Сим-Мейджор, ребята. Мы завтра и послезавтра будем зависать просто до жести. Ну, я. Вы уж как получится, но я там точно буду рестримить все это дело. Так. Найс, F2! Ой, 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 хорошо. Техтрап? Нет, не стал делать техтрап. Вайл ранен, четверка. Зарешала. Перфект, тем не менее. Найс. О, боже мой, дропнул камбуз. Назад 4 в кантрахит. Как так? Алтима, не знаю, волнуется, наверное, дропает. Видите, как помню. Тихо, тихо. Ой-ей, ой-ей. Сейфовых опций начинает алтима. И ох, как полез мне. Да, полез и оказался сам на стене в итоге. Раунд 4. Файт. Так. Господи. Нет, МКХ не будет, нет. Забудь про МКХ. Так, это же, это, сингапурский турнир. Один из крупнейших турниров азиатских. Вази не играет в МК и в Джастик. Потому что, ой-ой-ой, пресит, пресит, пресит. И задолбил. 9-1. Да, ну, счет. Счет угрожающий, ребята. 9-1. Соберется ли Макс? Ну что, Макс, покажи свою лучшую игру. Это знаете, как Тайсону говорили, когда он проигрывал этому Леноксу Льюису. Покажи свой лучший удар. Пора подключать вторую руку. Во-во-во-во-во. Владимир правильно говорит. Макс, пора вторую руку доставать. Че-то ты уже задержался с одной рукой. Это Бенджамин любил так говорить. Гоу, реверс. Реверс. Ну что ж. Макс, тем не менее, не меняет Аску. До конца он ли Аска. Поехали. У-у-у-у. Аскфрейм, Скай, Рокки, Джефф ССР летел. Просто жесть у меня. Так. Ах, не дотащил до стены немножко сейчас руки-дуки. Но тем не менее, ой, как фоукрашил. Спешно лицо перебивать. И... Нет, ой, рвет бросок. Найс, свифаниш. Ой, должен убить. Должен убить. Нет, не этим заканчивай, господи. Но все равно добил. О, Алтиме надо было, конечно, сейчас просто рейдж-драйв пихнуть и сделать грантью FF1. И он точно бы убил. Но он это закончил не так. Так. Ну да. Расплата за скрипты. Что-то поделать. Так, найс. Это был не GFSR на этот раз. Это просто лаунчер. Так. Ой-ой-ой. И фаниш, и... Господи, это блядь. Так. Бросок не рвет руки-дуки этот командник на этот раз. Слишком неожиданный был. А, где F2? Алтима, где F2? Господи, Вастейминг 1 плюс 2 в контр-хит дает гарантию на F2 и комбук. Боже мой. Он растерялся. На самом деле, я подозреваю, что просто не ожидал, что так прилетит. Так. Хорошо. Хорошо. Тащит до стены. Неужели что-то нажал руки-дуки? Да, что-то нажал. Он, наверное, не убьет. Нет. Пиксель оставил. Оп. Ого. Сходи. Найс. Так. С этой взглядом не пытается. Хорошо. Оу. Так. Паниш. Есть паниш от Укидуки. Рискнул Алтима доделать этот лоу. За что я и получил. Наказание. Канкан зашел. Это отличный дэмэдж. Рейс драйв. Гарантия F1. Хорошо. И вейкап заходит от руки-дуки. Это сетпоинт. 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 Хорошо, потому что Канкан-то с лоу начинается. А лоу перебивает любой пауэркаш. Не секунду. Так. Полез. Полез Алтима. Господи. Добавляет рейджа. Руки-дуки. В опасное положение. Тихо. Тихо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Алтима на самом деле здесь. Он позволил. Макс позволил начать прессинг. Видите, он не добил. Ну что ж, друзья. Счет 10-1. Это был сет между Руки-дуки и Максом Алтимой Ориджинал. ГГ, друзья. Сет, конечно, прошел в одностороннем несколько порядке. Но, тем не менее, неплохо.